Девушки отдыхают. Девушки отдыхают. Назови хоть одного такого борзого у нас на районе. Слушай, нарисовалась проблема. Серьезно. Девушки отдыхают. Он мне ноги переломает. Да, с ним вообще лучше не ссориться. Его картели прикрывают. Ты взял взаймы у Кирка? Он же ебаный ростовщик. Каждая крыса в Хейвуде это знает. У меня это. Ред откинулся. Надо было его встретить. Сам виноват знаю. Я поговорю с Кирком. А ты мне потом будешь должен. Он хороший, Майки. Только жилопутный. Правда. У него свои демоны. Они терзают его душу. Я передам, что вы извиняетесь и хотите помидаться. А где жена? Мы окружаем. Почти, я проверю. В прошлый раз не хватило двух бутылок сельсона. Сегодня была у Хави в больнице. Слава богу, просто ребра поломаны. Пуля прошла на вылет. А что случилось? Полицейская облава. Пытались поймать каких-то дилеров. Привет, Кир. Есть дело. Эй, какие люди! Выкладывай, что тебе надо. Пепе просил с тобой поговорить. А он сам что, стесняется? Так ты скажи ему, что я не кусаюсь. Пока что. А тебе хули надо? Сколько он тебе должен? Очень много. Точнее сказать не могу. Конфиденциальная инфа. Только не говори мне, что у ростовщиков появились принцы. Ну, блядь, прикинь, чудеса случаются. Перенеси срок, а? Он все вернет. Ему просто нужно больше времени. Я что, по-твоему, благотворительный фонд? Если ты занимаешься, то будь добр отдать с процентами. Он, блядь, знал, на что подписывается. Да из чего мне давать поблажки ебанатам, которые не держат слова, а? Дело не в нем. Просто я об этом тебя прошу. Ну, ты меня знаешь. Я человек деловой. Скажи, что мне с этого будет? Как обычно, услуга за услугу. Ты поможешь мне, я тебе. Что это такое? А ты глянь. Окей. Клевая тачка, да? Во всем городе таких всего четыре. Одна у директора Рейфилда. Вторая у мэра Райана. Третья стоит в пункте проката. А четвертая? А четвертая скоро будет у моего клиента. Конечно, после того, как ты ее угонишь. Я не ворую. Это раз. И такую тачку я бы даже при желании не смог угнать. Это два. Я тебя обрадую. Тебе и делать-то практически ничего не придется. У меня уже все расписано. Все просто. Угонишь для меня этот... Рейфилду замыкаю провода и дальше еду, куда хочу. Кирк, у таких машин есть сигналка. Кстати, очень хорошая. Вот этой вот хреновиной открывают двери в сервис-центрах Рейфилда. Она обходит идентификацию личности. То есть, это ключ от всех Рейфилдов в городе? Да ладно, Кирк. Ты ведь сам это не веришь. Волшебники из кабуки и не такую технику продают из-под прилавка. Укрепись в вере, брат. Так что, согласен? Ты всю рубашку залепал, чувак. Согласен. Молодец. Я же говорил, что ты умный. Езжай в угли, это в Гленни. Рейфилд будет ждать тебя в гараже. Договоритесь с ним обо всем. Удачи там. Если что, я всегда на свете. Подними глаза. Всевышний смотрит с тобой с небес. Без Господа человек ничто. Без Господа человек ничто. Биралис, Райан. Все одна тусовка. Нет. Биралис другой. Он через две улицы от меня жил. Я тебе говорю, как только его выберут, корпораты по струнке ходить будут. Пусть и многие драться. Я могу себе это позволить. Тяжелый Сикенсен. Так, блядь, а че это я не вижу ни Лимонов, ни Лаймов, а? Тут они где-то, точно. На, держи. Спасибо, мальчик. Помоги тебе Бог. Кибернетический Бог пожирает своих детей. Кликни своих людей в Санто. Пусть приготовятся. Да, пан. Ну надо же, кого я вижу. Ви, давно не виделись. Не знал, что ты в городе. Да, дом, милый дом. Себастьян и Барра ничуть не изменился. Никто уже не называет меня по имени. Я и сам его почти забыл. Как дела, падре? Да все так же. В Хэйвуде ничего не меняется. Ты лучше о себе расскажи. Я вернулся из Атланты пару недель назад. Вижу, что дома тебя уже встретили. Как там, на востоке? Расскажу как-нибудь. Мне сейчас надо по делам. Так давай мы тебя подвезем. Заодно и расскажешь. Маркус, поехали. Тебя куда? В Гленн. Подбросьте меня к углям. К парадному? Нет, к черному входу. Я покажу, где встать. Маркус, ты слышал? Ну, как тебе старый добрый Найт-Сити? Заказы есть? Мелочь всякая. То тут, то там. Ничего крупного пока. Так что я справляюсь. Но спасибо, что спросил. Так что? Атлант оказалась не такой, как ты ожидал. У меня особо и не было ожиданий. Я просто надеялся, что там лучше, чем здесь. Не лучше. Может, это все и к лучшему. Черт. Останови машину. Что такое? Ничего. Оружие есть? Себастьян и Барра. Похоже, мне сегодня повезло. Чего тебе? Разобраться. Раз и навсегда. У меня к тебе хорошее предложение, папаша. Ты уебываешь свисты и ребят своих забираешь с собой. Я отдаю тебе Гленн и мы квиты. Можешь спать спокойно. Видишь, какой я добрый. Ну, папаша... Еще хоть одно слово? А ты не лезь. Я тебя не знаю. Я тебя тоже. А это значит, нихуя ты тут не стоишь и нихуя не можешь. Ну, что-нибудь еще? Мне кажется, наш разговор подошел к концу. Берегись, падра. В этом городе легко поймать пулю. К тебе это тоже относится. Маркус, трогай. Я рад, что ты не забыл свои корни. Держишься молодцом. Вокруг всегда полно таких недоносков. Они крутые, пока ствол не увидят. Что за чувак? Да неважно. Через неделю его не станет, зато появится другой. Он угрожал тебе оружием. Верно. И он за это заплатит. Встань вон там. Да, спасибо. Дальше сам спущусь. Вот, на прощание. Твой номер? Может пригодится. Вдруг мы с тобой еще поработаем вместе. Как два года назад. Спасибо, падре. Мне пора. Ну, с богом. Да, стоп тебя. Да, стоп тебя. Ай, бля. Ай, бля.